Почему я сказал может иметь? Почему я не сказал имеет? Ну, в всех предыдущих случаях мы видели, насколько яркое значение связано с имперфектом, вот эта многократность, процессуальность и так далее. Есть одна особенность, она в учебнике не описана, но ее стоит знать, что именно для глагола лего имперфект может описывать разовое действие. Дальше, просто, дальше читая этот же самый текст, 30 стих. Кай эутус хо Иисус эпигнус эн хеото эн экс ауту дурнамин экс лтесан эпистраф фэйс эн то охво элеге. И тотчас Иисус, узнав в себе, что из него сила вышла, обратившись в толпе элеген, говорил, можно перевести, да, имперфект, он сказал, что более естественно звучит в данном контексте, кто моей коснулся одежды? И вот здесь, смотрите, кажется, ну, по ситуации, что Иисус не говорит многократно, кто коснулся, кто коснулся, кто коснулся, просто задал вопрос разумный, один вопрос. И даже посмотрите дальше. Кай элегон ауту хо Матитай ауту. И сказали Ему ученики Его. Блэпэйстон охон сум тлебонтасэ кай лэгэйс. Там, видишь, толпа теснит тебя, и ты говоришь, ну и так далее. Так, смотрите, Иисус задает вопрос, Ему в ответ, и то и другое с помощью глагола элегэнт. Элегэн, элегон, там, ну, в зависимости от лица числа, то есть все с помощью имперфекта. Глагол лэго в имперфекте может описывать разовое действие, ну, иногда это называют мгновенным имперфектом. Возникает тогда вопрос, если лэго может описывать разовое действие, это именно способ данного глагола, то в других случаях, а уже несколько раз мы сталкивались с этим глаголом лэго, почему же мы так достаточно уверенно говорили о том, что это вот там процесс, многократность и так далее. Ну, во-первых, руководящим является контекст. Во-вторых, даже если глагол лэго описывает разовое действие, все-таки есть глагол эйпан, вы его учили, это как раз аоритм, форму обсудим на следующем уроке, ну, просто как отдельную форму вы учили, которая имеет значение сказал эйпан. Так вот, почему не эйпан, а элеген использовал автор в данном случае? Потому что, даже если действие, там, такое единократное и не обладающее длительностью, все-таки использование не типичной формы, не маркированной формы, а особенной формы делает на этом акцент. Обычно лэго в имперфекте используется для описания, там, разовых действий в прошлом в тех ситуациях, где нужно подчеркнуть эмоциональность диалога, где нужно подчеркнуть драматизм ситуации. На русский, кстати, это можно даже перевести, чтобы как-то придать большего драматизма на настоящем времени. То есть, это учится, Иисус узнал о себе, что сила вышла из него, обратившись в толпе, говорит. Я поставил настоящее время, чтобы вот это вот настоящее время, о прошлом же идет время, но настоящее время придает некий такой драматизм ситуации. То есть, вот для придания вот этого драматизма, для выведения действий такой на передний план, для подчеркивания действия, особенно в повествованиях, как раз может служить имперфект. То есть, как бы фоновые действия в области, выделенные на передний план, социально протекающие многократно, или просто значимые очень действия, они в имперфекте. Так что имперфект все равно не случайно использован в тексте. И вот это вот просто нам как толкователям нужно усвоить, да, имперфект переводится, нормально переводится, в прошедшем времени несовершенного вида. И даже Иисус говорил, кто прикоснулся ко мне, нормально звучит. Но вот этот вот акцент, связанный с имперфектом, есть в переводе, в истолковании, в нашем понимании текста, что автор отклонился от обычной практики и использовал имперфект вот эту акцентированность. Иисус говорит, ученики говорят, вот эти имперфекты, они делают диалог эмоциональным. И даже возвращаясь к той женщине, которая вот совсем незадолго до этого говорила, вот если прикоснусь к одежде его всерьез, то это может быть она многократно говорила, да, вот. Контекст позволяет такое прочтение, или даже если не было конкретно, все оно эмоционально, то есть вот. Для нее это была очень значимая фраза, прежде чем она прикоснулась, вот эта мысль, она значимая, имперфект выделяет, выставляет ее на первый план. Следующее употребление имперфекта, это имперфект обыкновения. То есть он используется для описания того, что происходит регулярно. Вот такой вот длительный вид имперфекта, он как раз очень хорошо сочетается с обыкновением. Вот у вас пример из Марка 15.6 в учебнике. Предложение, связанное с предложением Пилата. Здесь речь идет об обычае, а на праздник же он отпускал им одного узника, которого они упрашивали. И вот это api.lu.en. Это имперфект от apple.leu. Ну, корень лу, нам знакомый, мы часто его используем как пример, но здесь еще тот же самый глагол, но с приставкой up, приставка e, приращение лу, корень и n, соединительное гласное с окончанием. Отпускал одного узника Пилат по праздникам. Праздников было много, поэтому вот этих отпусканий узников тоже было много. И для вот такой обычной практики, которая регулярно случается, имперфект весьма и весьма хорошо подходит. Ну, и просто как еще пример обычной практики, давайте тоже в Евангелии от Марка 4.33, про служение Иисуса. И такими притчами многими он говорил, э, ла, лэ, им слово, как могли слушать. Сколько могли слушать, лучше. А ла, лэ, глагол, э, при совращении, ла, лэ, корень, это эпсилон, слитный глагол, поэтому эпсилон, основы, и эпсилон, соединительное гласное, окончание, слились, дали лифтонг, эй, поэтому ла, лэ, не путайте с настоящим временем, в окончании мы, это имперфект третьего-единственного, он говорил им, Иисус обыкновенно притчами учил людей. Вот сколько могли, как могли, вот Иисус рассказывал, рассказывал притчи, ну, по крайней мере, на втором этапе своего служения. Ну, и последняя категория употребления имперфекта, которую нам с вами нужно обсудить, которая довольно-таки примечательная, это имперфект попытки. Я как-то уже в предыдущих, на каком-то из предыдущих занятий переводил пример, когда мы обсуждали глагольные виды, такой шутки, я в молодости трактор поднимал, но не поднял. Вот такая игра словами, она возможна в русском языке, и возможна с имперфектом в греческом языке. Ну, не обязательно в смысле игры, но в смысле попытался что-то сделать, и не сделал это. Попытался и не смог, попытался и не довел до конца, или даже готов был попытаться, но так и не сделал. Вот эта вот попытка, намерение, тенденция, направление к чему-то, которое так ни к чему все это не привело, вот это тоже описывается с помощью имперфекта, и авторы используют имперфект, чтобы как бы подказать, подчеркнуть, вот эту вот незавершенность, связанную с действием. Примеры, которые можно посмотреть, и в том числе в учебнике у нас с вами, такие очень яркие, римлянам 9 глава 3 стих. Павел говорит об Израиле. Ну, перед этим у него такое очень яркое предисловие. Истинно говорю во Христе неугу, там, свидетельствует мне совесть моя в духе святом. То есть вот он сейчас собирается произнести что-то очень важное, чему даже могут и не поверить, и потом вот рассказывает о своем мучении в сердце. И третий стих. Ибо я хотел бы анафемой быть сам от Христа, ну, от анафем, быть анафемой, ну, можно добавить анафему, учитывая, что это отлучение, анафемой быть, я сам, видите, аутус гар, аутус здесь употребляется с местоимением, поэтому имеет усилительное значение, то есть, эго я местоимение, я такое эмофатическое местоимение, и вот к нему еще аутус, если я сам, вот, ибо анафемой хотел бы быть я сам, ну, как бы добавляю его для смысла, отлученным от Христа за братьев моих сродников по плоти. Но вот это вот желание Павел описывает с помощью имперфекта. Это можно истолковать как желание, бывшее в течение какого-то времени, то есть какое-то время я вот хотел вот такого, либо это можно истолковать как попытка, она такая искренняя попытка, да, вот искренняя даже тенденция, стремление, то есть у Павла есть искреннее устремление вот самому, как бы быть отлученным за братьев. И в этом отношении, помните, он повторяет Моисея, потому что когда Бог говорит, вот истреблю народ, и Моисей заступается и просит, и истреблю народ от тебя, вот Моисей говорит, произведу другое, Бог заступается за народ, и не соглашается с таким сценарием, сам готов быть истреблен. И вот это вот Павел повторяет себе, он, конечно, понимает, что самим собой он не искупит народ, поэтому это не может быть вот таким вот окончательным решением, окончательным планом, но вот это вот стремление, тенденция к такому переживанию у Павла есть, да, и мы можем сказать Павла, может, ты много чего болтаешь, и поэтому он начинается с таких очень глятвенных слов, ярких глятвенных слов в начале этой главы, но вот эта вот такая тенденциозность, связанная с имперфектом, она очень хорошо подходит для ситуации, когда, конечно же, невозможно, но есть такое внутреннее устремление. Ну, это такой вот текст, да, его по-разному разные люди немного прочитывают, ну, давайте еще из примеров этой же главы хороших посмотрим Галатам 1.13, ну, это из этой же главы учебника, где Павел рассказывает о своем предыдущем, о своей предыдущей жизни до обращения ко Христу о своей жизни как гонителя, и говорит он следующее, «экусатэгар, тэн эмен анастрофэн потээээнто юдаэсмэл, ибо вы слышали о моем образе жизни, ну, не прежнем, в иудаизме, хо тээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ жию и разрушал ее. И вот Эдиокон и Эппуртун Имперфекта. Во-первых, конечно, есть какая-то длительность. В течение какого-то времени Павел гнал церковь, и в течение какого-то времени он разрушал ее, но в данном случае разрушал это еще и действие, которое ничем не завершено. Когда Павел разрушал церковь, но церковь не может быть разрушена Павлом, и церковь не была разрушена Павлом. Поэтому разрушал это действие, не доведенное до конца. И вот это вот не завершено, когда попытки есть и завершения нет, вот это хорошо описывается Имперфектом. Ну и последний пример из Матфея, 3.14, когда речь идет о том, как Иисус пришел к Иоанну, чтобы быть крещенным, описано следующим образом. Иоанн же удерживал его, говоря, «Я нужду имею тобой быть крещенным, и ты приходишь ко мне». Вопрос. Он видит такой ампатический «я», «ты», да, вот он ярко себя противопоставляет Иисусу, описывает эту ситуацию, которую Иоанн сам осознать не может. Как это так? Иисус к нему пришел креститься, и он удерживал его. Он не удержал, Иисус крестился, он говорит, «Надлежит исполнить всякую правду». Ну, в синодальном переводе «Правда синодальна» это «Праведность» Али Кая Суна. И Бог дал заповедь, еще одну новую заповедь своему народу, что народу надвижит креститься. И те, которые слушают заповеди Божьих, должны пойти и были креститься. Иисус отождествляет себя с народом. Да, ему не нужно покаяние, как другим нужно, но он отождествляет себя с народом и исполняет всякое слово, всякую заповедь Божью и крестится. И хотя Иоанн не очень понял ситуацию, удерживал его, но не удержал. Вот эта вот попытка, не закончившаяся, достижением цели хорошо описывается с помощью имперфекции. Так что, в целом, когда вы думаете о имперфекте, в тексте, первое отметьте для себя, раз автор использовал имперфект, значит, ситуация или авторский замысел побудили его к этому, он мог бы обратиться алоэстом. Но имперфект, это либо особенно ситуация, она по своей природе длительная, или незавершенная, или многократная, и так далее, либо автор хочет подчеркнуть, да, вот, незавершенность, или многократность, или длительность, или просто, ну, даже вот, как говорится, с глаголом элеган, от лаэго, яркость вот этого, значимость вот этого события. То есть, имперфект всегда, ну, он, во-первых, соответствует особенностям ситуации, и он подчеркивает особенности этой ситуации. Длительные события могут описываться алоэстом, да, мы потом об этом поговорим, но раз автор описывает их с помощью имперфекта, значит, это важно, как толкователи, обращайте на это внимание.